Зло должно и будет наказано, что скрывается за красочными обрядами неоязычников и еще один наш человек на фабрике грез. Здравствуйте, это еженедельная рубрика «Золотые перья», обзор свежих республиканских еженедельников. Я Владимир Банчиков. Начнем с московского комсомольца и расследования Татьяны Никитиной ОПГ в мундирах. Несколько лет как минимум 10 человек во главе с начальником технодзора ГИБДД Бурятии Николаем Бархутовым незаконно легализовывали машины-конструкторы для их дальнейшей перепродажи, получая в результате колоссальные прибыли. Как часто бывает в таких случаях, оборотни в погонах подвела самонадеянность. Вместо того, чтобы ограничиться несколькими сделками, поделить прибыль и быстрее спрятать концы в воду, преступники наоборот увеличили масштабы, нарастили обороты, повели дело с размахом. Завершая эту тему, анекдот от Новой Бурятии. Пусть на меня не обижаются честные и порядочные сотрудники ГИБДД, которых, я уверен, подавляющее большинство. Управление ГИБДД убрали все зеркала. Все равно в них сотрудники не отражаются. Теперь номер один и достаточно шокирующая статья Ирины Соколовой «Экстремизм под прикрытием». Впрочем, Виктор дистанционировался от диалога, как только речь зашла о нетерпимости к другим народам, населяющим Россию. Эксперты поясняют, именно эта агрессия и ненависть, направленная на людей другой веры и национальности, лежит в основе идеологии неоязычества. А ритуалы, атрибутика и даже пропаганда здорового образа жизни – это просто крючки, на которые заманивают новичков. На эту статью прошу обратить особое внимание родителей. Давайте беречь наших детей от всяких нео. Ведь эти нео только в фильмах про Матрицу хорошие. Кстати, о кино. Информполис, Нана Бадуева, наша девушка на фабрике грез. Сначала, конечно, было странно ходить между звездами с экрана и шоу-бизнеса, но после я стала разговаривать, благо мой английский мне это позволяет. Это такие же люди, дело не в таланте, а в коммуникабельности, смекалке и позитивном настрое. Хотя в целом я смотрю на все события в жизни, как на некую историю из книги. Которая пишет «Карма и чистота души». Я лично очень давно знаю Машу и ее родителей и хочу пожелать ей успехов, а нам всем чистоты души. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова